всем привет меня зовут екатерина андреева и сейчас мы с вами поговорим про кератиновое восстановление также его называют кератиновое упрямление волос расскажу вам всю правду об этой процедуре о том зачем это делается почему это не надо кому-то делать кому-то надо делать в принципе будет все хорошо значит смотрите что такое кератиновое выпрямление заполнение волосом специальным составом на основе кератина сразу хочу сказать что не кератином мы заполняем волосы специальной смесью которая состоит из структурированного кератина потому что кератин сам по себе в составе он слишком большого не сможет проникнуть вглубь волоса простым языком говоря поэтому эта смесь из структурированного кератина и так для того чтобы кератин эта смесь проникла в центр в корень нашего волоса вглубь нужно раскрыть чешуйки для этого перед процедурой мы моем обычно волосы очищающим шампунем и 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 Процедура может быть вредна, а также она может быть бесполезна для ваших волос. Объясню почему. Значит, вообще зачем делается эта процедура? Она нужна именно для выпрямления, а не для восстановления волос. Многие пишут такие статьи, что вот кератин, он лечит волосы. Нет, он не лечит волосы. Итак, почему эта процедура может быть полезна для ваших волос, а также может быть бесполезна? Я бы не сказала, что она вредна, но хотя если ее делает не профессионал, не мастер по волосам, то она действительно может быть вредна для ваших волос. Вот, значит, давайте поговорим о том, зачем эта процедура нужна. Первое. Для выпрямления волос. Не для лечения их, а для выпрямления. То есть, если у вас структура волоса идет завитком, то кератин позволяет на определенное время, до двух месяцев, сделать его прямым. Это действительно так. Это замечают многие наши клиенты, и для этого, в принципе, он и существует. Для лечения кератин не существует. Если вы хотите полностью выжженные волосы обработать кератином и сделать полностью всю процедуру, которую нужно делать, а, соответственно, щипцы, 230 градусов, огромный пар, запаивание, то вы можете навредить своим волосам, особенно если это блонд, потому что волос уже пустой, он уже испорченный, и вы кератином его просто добьете. Именно поэтому есть такие последствия, когда сильно обесцвеченные волосы просто ломаются спустя месяц после кератина. Значит, смотрите, это три таких необходимых момента, да, из-за которых мы можем делать кератин. Из-за того, что наши волосы вьются. Так, второй момент. Это если у нас была химическая завивка, ее тоже можно исправить с помощью кератина, выпрямить волосы. Также, если волосы хрупкие, можно кератином заполнить их, но это нужно делать немножечко осторожнее, и не то количество, в общем, процедуру надо проводить немножечко по-другому. В чем еще есть особенность кератина? Сейчас очень многие производители идут на такую хитрость, пишут, что в составе нет формальдегида. Объясню. В основе кератина есть формальдегид. Это такой компонент, который позволяет выпрямить, который способен реально изменить структуру волоса и его выпрямить. Этот формальдегид, он очень вреден, он токсичен именно для здоровья. Ну, то есть, в принципе, если вы пользуетесь там кератином раз в два месяца, для вас это ерунда. Это, я бы даже сказала, что вот мне как мастеру формальдегид, он вреден, потому что я работаю на кератине часто, и вот эти запахи, пары, они, ну, токсичны. То есть, это то же самое, что постоянно дышать краской. Неважно, краска для окрашивания. Именно поэтому кератин я чаще всего делаю в масках специальных для того, чтобы избежать вот этого агрессивного попадания в организм. Вот, значит, и некоторые производители пишут формальдегид фри, что это означает, как будто в нашем составе нет формальдегида. На самом деле это все ерунда, потому что если нет формальдегида, то там есть альдегидовые кислоты. Это такие кислоты, которые немножечко у них другая структура, они испаряются. То есть, формальдегид в составе, это то же самое, что альдегидовые кислоты. Они просто обладают токсичностью в летучей форме. То есть, они во время пары образовываются, также попадают, ну, могут попасть в организм человека через дыхательные пути. То есть, в принципе, это весь вред от формальдегида. По сути дела, я бы сказала, что вред составляет только мастеру. Вот, но если вы пришли с сечеными белыми волосами на процедуру кератина, то ее нужно выполнять с такой очень большой осторожностью. Вообще, в нашей процедуре нужно около пяти-шести раз проводить по каждой прядке утюжком для того, чтобы кератин запаять в наши волосы. И чешуйки максимально закрыть, чтобы они долгое время не раскрывались и кератин оттуда не выходил. Точнее, даже сказала бы, смесь структурированного кератина. Вот, но если волос пустой, то делать нужно эту процедуру не по пять-семь раз проводить, а буквально два раза. Иначе, плачевная ситуация будет с вашим блондом, он просто реально через пару месяцев кончики будут отпадать из того, что у вас было очень сильное агрессивное воздействие тепла. Во-вторых, очень важный момент, когда мы делаем процедуру кератина, смотрите, чтобы мастер вам сушил голову не сильно горящим феном. То есть, это может быть теплый воздух, может быть холодный. Это делается всё во время процедуры, в принципе, это такие нюансы, которые вам не обязательно знать, но для того, чтобы понимать, мастер обладает информацией или нет, обращайте на это внимание. Потому что горячим феном кератин, он испаряется. Вот, поэтому это нужно делать. То есть, феном мы сушим после того, как мы посидели с кератином полчаса. Вот. И ещё такой момент. Почему фирмы-производители пишут, что без формальдегида, да, кератин? На самом деле, это нужно для того, чтобы они прошли контроль качества. Потому что каждый препарат должен пройти сертификацию. Если она вредна для здоровья, формальдегид относится к токсичным препаратам, то, соответственно, нужно написать, что этот препарат без формальдегида. Вот. Но просто этим видео я хочу дать вам понять, что это не совсем так. Просто это формальдегид немного в другой форме. Вот и всё. Значит, что ещё хотела сказать? Для того, чтобы усилить действие кератина, для того, чтобы он вам прослужил подольше после процедуры, желательно пользоваться бессульфатными средствами. Это может быть бессульфатный шампунь, маска на основе кератина, либо с кератиновым комплексом. А так шампуни обязательно бессульфатные. В принципе, если вы будете пользоваться обычными шампунями, сильно это не повредит, но просто действие кератина может быть уменьшено. То есть, например, волосы начнут выпрямляться не через два месяца, а через полтора, через месяц. Зависит от того, как часто вы моете голову. Ходить в сауну можно, ходить в баню, в бассейн тоже можно. Просто в сауну у нас температура обычно не больше 85, поэтому вреда для волос никакого не будет. И для кератина, который находится внутри волоса. Но желательно, конечно, одевать шапочку в сауну, потому что волосы сильно сушатся при такой температуре. И вообще нужно побольше избегать агрессивного горячего воздействия, в том числе и супергорячего фена. Сушим всегда волосы на среднем фене, а можно даже и на холодном чередовать. Это, кстати, очень отличный способ стимулировать корни, для того, чтобы от них пошел лучший рост волос. И, в общем-то, это всегда нужно делать. Так, и что касается, как часто можно делать кератин. Кератин можно делать не чаще, чем раз в месяц. Если у вас супер кудрявые волосы, если у вас легкая волна и вам хватает кератина на два месяца, то чаще делать не надо.